Вы слушаете канал жаж.клаб. Хотите, верьте, хотите, нет. Странные увечья скота, злой умысел или тайные силы. 19 апреля офис шерифа округа Мэдисон опубликовал в Фейсбук сообщение о смерти и увечьях шести коров. Это была необычная история для фермерского сообщества, жившего в сотни километрах к северу от Хьюстона, где полицейские отчеты больше касались нарушений правил дорожного движения и безнадзорного скота. Новость разлетелась быстро, собрав 17 тысяч репостов на Фейсбук. В течение недели она стала международной. Большая часть сообщений концентрировалась на ужасающих подробностях, выделенных в посте на Фейсбук, у коров, найденных в шести местах, вырезаны языки и часть плоти на щеках, без явных признаков борьбы. Вскоре после этого была обнаружена седьмая корова в таком же состоянии. Встревоженные комментаторы Фейсбук по-разному реагировали, обвиняя «сатанинские ритуалы», «чупакабру», серийного убийцу в процессе становления, и «инопланетян». История с коровами заинтересовала Чака Зуковски, давнего исследователя паранормальных явлений. Зуковски, проживающий в Колорадо-Спрингс, специализируется на делах о нанесении увечий скоту. Отсутствующие языки – это «почерк», по его словам. Хотя он нашел сообщение о случаях с нанесением увечий скоту, начиная с 1869 года, только в 1970-х годах, когда нацию охватила паника из-за увечий коров, это явление обрело наиболее известную форму. Коровам удаляли части тела с хирургической точностью, обычно глаза, языки, щеки и половые органы. Некоторые зарегистрированные увечья сопровождаются другими странными и, казалось бы, необъяснимыми признаками, круглыми углублениями в окружающей траве, сломанными ногами у животных, словно их сбросили с большой высоты, хищниками, держащимися подальше от туши, возможно, почувствовав, что что-то неладное. Зуковский всегда держит необходимые вещи под рукой, чтобы после поступления сообщения о чем-то таинственном, он мог выйти за дверь как можно быстрее. Его набор для работы включает в себя измерители электромагнитного поля, счетчик Гейгера, камеру с датчиком движения, прибор ночного ведения, банки с формальдегидом, для биологических образцов, и Nikon P100, он предназначен для наблюдения за птицами, но отлично подходит и для наблюдения за НЛО, отметил он. Зуковский, инженер по образованию, и за десятилетия исследований, по его словам, он столкнулся с явлениями, которые не может объяснить с научной точки зрения, такими как высокий показ. Продолжение читайте на сайте jash.club